здравствуйте дорогие друзья сегодня на нашем психологическом разборе вместе с михаилом соловьевым тема инквизиция мировоззрения михаил начнем наверное с прошлых веков как называются темные века когда был расцвет инквизиции то есть реальная инквизиция была и за любое скажем так шаг в сторону влево вправо от того мировоззрения которое было в первую очередь преподнесено церковью людей просто сжигали на костре есть вообще такое понятие как именно инквизиция мировоззрения как вы думаете но с одной стороны да наверное можно так судить то что инквизиция мировоззрения но и продолжается какой-то степени сейчас потому что ну загляните в интернет по большому счету и там у каждого своя правда на телевизоре своя правда даже есть разные каналы где там своя правда и борется да за свою правду можно посмотреть там какой-нибудь условно федеральный канал где ток-шоу ведутся да там один ведущий у одних своя правда у других своя правда и они начинают даже какой-то момент драться ну то есть даже оправданно драться практически ну не практически а кулаками вот и это продолжение но это что продолжение это можно так назвать безусловно очень интересная книга была написана средние века двумя монахами шпенгером инститрисом которая как раз определяла в каких рамках должно быть определенное мировоззрение этого времени то есть были те люди которые были за церковь и скажем так за светское мировоззрение были люди которые стояли в стороне это и ведьмы и прочие товарищи причем что самое интересное в разряд скажем так апологетов церкви которые не признавались попадали не только люди которые якобы занимались какими-то там обрядами там вызывали демонов и прочее но и вполне себе люди, обладающие прогрессивной мыслью на то время. Ведь у нас огромное количество примеров, когда люди, которые пытались сломать определенные каноры миромозрения прошлого, они попадали на костер. И, ну, это понятно достаточно, потому что есть мнение, что религия, она более ориентирована на людей, которые, ну, назовем это село, ну, или там деревня, как угодно можете называть, а есть городские жители. Вот религия, она больше ориентируется как раз на какую-то, ну, на людей, у которых, кроме рабочего процесса, назовем это так, встал, там, сделал там дело, пошел там, занялся какой-нибудь, там, я не знаю, фермы и так далее. То есть, у них этот день расписан максимально. И религия помогает духовно как-то более расширяться для этих людей, ну, духовно иметь расширение для этих людей. Соответственно, для городских религия начинает немножко уходить на второй план всегда. То, что в городе есть значительно больше дел, которыми можно заняться помимо, ну, своего непосредственного какого-то занятия. Ну, то есть, мы сложно можем, практически невозможно представить, там, условно, в деревне, особенно в средневековой деревне музыкантов, например. Ну, то есть, там это просто не нужно, это будет непонятно. А в городе это понятно, это развлечение, да, это как какое-то переключение деятельности и так далее. И почему, вот, например, в религии есть такая штука, как Варилонская башня, да, знаменитая, которая рухнула. То есть, что такое Варилонская башня в понимании религии? Это, ну, город, где максимально все перемешано. И этот город должен пасть максимально, потому что религии это не нужно. Но тут важно, кстати, еще немножко отойти назад. Мне кажется, важно разделять понятие религия, вера, да, и церковь. То есть, вера – это то, во что люди верят, да, как бы в высшие силы, назовем это так. Религия – это учение, да, то есть, это уже человеческое. И церковь, как институт гражданский, назовем его так. Вот. И церковь, как раз, и религия, она про то, что быть максимально занято и не делать ничего лишнего. Вот. Поэтому этой книге понятно. Любой научный прогресс, любой практически. Это, ну, зачем? Вопрос. Это все от лукавого. Потому что если у тебя есть время, да, на это, значит, ты что-то делаешь не так. Поэтому это все максимально от лукавого. Про себя уже все подумали. То есть, опять же, локус контроля, так называемый, да, он вовне. Про тебя все подумали, делай, занимайся делом своим. Все. Повторюсь. Поэтому любой технический прогресс, научный прогресс, ну, будет восприниматься как от лукавого, соответственно. То есть, вообще, получается, что, ну, определенной категории людей, которые управляют теми или иными информационными процессами, ну, можно так сказать, есть монополия на истину, монополия на правду, которую они, в принципе, продвигают уже на все остальное население, на всех остальных людей. То есть, фактически создают навязанное мировоззрение. Ну, да, конечно. Конечно. И у каждого мировоззрения, ну, у каждой конфессии мировоззрение свое, безусловно. Ну, там, на самом деле, тоже очень много факторов. Это и культурно-антропологический фактор, и социологический, назовем его так, да, фактор, который влияет на это мировоззрение. Но, тем не менее, да, мы четко понимаем, что в западной европейской культуре, да, ценно, что в восточной европейской культуре ценно в православной, да, что ценно в Азии, не всегда ценно в Южной Америке, условно. Хотя там тоже католицизм, но там он достаточно такой, он более фанатичный, например, католицизм, нежели в Европе. Хотя, казалось бы, это пришло оттуда из Европы. Ну, там особо, именно вот там вот как раз и показывается разность. Антропологическое, назовем его так, да, то, что, и культурно-антропологическое, то, что в Европе складывалось одно мировоззрение религиозное, тот же католицизм, но попав в другое пространство, к другим людям, к другому культурному наследию, тот же католицизм переродился в другой вид. Хотя, повторюсь, общей ценности, да, имеет место быть, конечно. Михаил, в условиях современного мира, когда мы уже мыслим не только, скажем так, религиозными светскими категориями прошлого, но, в принципе, мы находимся в состоянии научно-технического прогресса, не прекращающегося, а постоянно развивающегося. Можно ли говорить, что у нас сейчас тоже существует некая такая инквизиция мировоззрения? Вот возьмем тот пример. Существует такой комитет по борьбе с лженаукой при Российской Академии Наук. Основная задача вроде бы нормальная, то есть не допускать каких-то совершенно бредовых изобретений. Но, с другой стороны, мы ведь понимаем, что то, что мы не знаем сейчас, мы можем открыть через несколько сот или тысяч лет. Хороший пример. По-моему, конец 19 века, заседание Парижской Академии Наук, вполне себе бородатый, солидный ученый сидит и говорит, что, знаете, камни с неба падать не могут, обсуждая вопрос о метеоритах. Вспомним, опять же, начало 20 века, когда начались разработки в области атомной энергетики. И что говорили ученые? Что атомная энергетика, она будет двигателем нового прогресса, никогда не будет использована в, скажем так, деструктивных целях. Буквально через три десятка лет появляется атомная бомба. Я говорю о том, что человечество, оно постоянно познает мир. И можно ли его определенными шаблонами ограничивать? Ну, мне кажется, во-первых, нужно понять, что такое инквизиция. То есть, у нас есть четкое понимание, ну, такой шаблон. То, что инквизиция – это когда сжигает людей, да, за ересь и так далее. Но по факту слово «инквизиция» происходит от слова «инквизио», если не ошибаюсь, а от латинского «инквизио», что обозначает «расследование». Вот и все. То есть, любое, я не знаю, какое-нибудь, приезжая мимо здания Следственного комитета, можно назвать это инквизицией по большому счету. Просто у нас есть шаблон понимания этого слова. Если рассматривать это с точки зрения расследования, то есть, человек приходит, говорит, вот, я вот там открыл такое-то, я не знаю, все что угодно. Есть определенные критерии, которые, если под эти критерии подходят, один из этих критерий, насколько я могу помнить, это математически доказанное что-то. Если через математику это можно доказать, то, соответственно, принимается. А если человек говорит, что Юпитер в пятом доме в третьем подъезде, ну, как это можно доказать? Это просто теория хаоса, так называемая. Ну, то есть, если, я не знаю, кто-нибудь знает, что такое теория хаоса? То есть, две точки, да, когда они начинают в пространстве происходить, двигаться в хаотичном порядке, есть вероятность, что эти две точки снова войдут, вот, станут рядом. Потому что это хаос, никто не может обследить, и есть такая вероятность. Тут то же самое. Ну, да, вот сейчас там, в третьем подъезде, повторяю. Поэтому сейчас вот ты плохо себя чувствуешь, условно говоря. Но не факт, что в дальнейшем Юпитер будет в том же состоянии, а ты будешь чувствовать себя по-другому. То есть, математически это никаким образом не доказано. Безусловно. Есть действительно какие-то инновационные открытия. Но, мне кажется, тут уже следует от личности открывающего. Если ему кажется, что это действительно правда, то, что это вот открытие, ну, есть много возможностей это доказать. И если в одном институте это не воспринимается как правда, бейся в другое. Если откно не открывается, бейся в форточку. Либо, наоборот, если форточка не открывается, войди в дверь. Ну, то есть, в таком образе. Если не воспринимается это как здесь, да, ну, в России это, например, не воспринимается, попробуй в другой стране. У меня, кстати, есть личный пример, не буду называть его, который не смог, написал огромную работу историческую. В России его не восприняли как научную работу. Он поехал во Францию, а потом поехал в Китай. И там, и там восприняли как научную работу, соответственно. Ну, то есть, сейчас с учетом возможностей и информированности, информации, постоянной и везде, и просвещение в этом плане, в плане информации, можно сделать практически все, что угодно, мне кажется. Напомню, Михаил, мы с тобой сейчас находимся на канале протоистория. Соответственно, что такое протоистория? Это некий альтернативный взгляд на парадигму. Уточнение, дополнение. Это не значит быть против, как мы с тобой говорим. Это дополнение, расширение. Потому что у ученых тоже нет всегда возможности увидеть все. Потому что любой ученый, он, как правило, узкоспециализированный, хороший специалист, обладающий грандиозными знаниями. Но он может не видеть каких-то вещей, смежных, скажем так, наук. И фактически альтернативные исследователи, они занимаются уже инквизицией парадигмы. Ну, как мы с тобой говорили, расследованием. Иногда возникают очень интересные спорные моменты. Когда действительно историки, альтернативные, находят в документах несоответствие с реальной парадигмой, пытаются донести это до уже маститых ученых, кандидатов, докторов, академиков. Им говорят, ребята, вы не разбирайтесь в этой теме. И не получают никаких ответов. Хотя вот есть факты. Правильно ли, что наука встала в определенную такую позу, когда она говорит, истина только у нас, и ничего больше быть не может. Может быть, мы до этого дойдем. То есть нет обратного диалога. Мне кажется, тут скорее не про истину разговор. Тут скорее разговор не про истину, а про то, как человек ее трактует. Соответственно, есть фраза из одной песни, то, что истина, забыл, как она, дословно. Правда всегда одна. Правда всегда одна. Но как ее люди трактуют, это уже совершенно человеческая история. То есть человеческое восприятие. С одной стороны, это, конечно, безусловно неправильно. То, что действительно, может быть какие-то документы в доказательство приводится и так далее. Но любая наука, она основывается на предыдущем опыте. В любом случае. И максимально... Опять же, есть пример, который говорил один товарищ, который мне утверждал то, что 300 лет назад была полная перезагрузка общества, полная перезагрузка истории и вообще всего. Окей, где твои доказательства? Вот там в каком-то документе что-то. А что это за документ? И почему? То есть, опять же, опытным путем, путем опыта, безусловно, можно это только доказать. Вот и все. Поэтому официальная, скажем так, наука просит только о доказательствах. Если их нету реальных, ничего не получится никогда. Что бы кто бы ни говорил. Про потопы, про перезагрузки и так далее, и так далее, и так далее. Им интерпретировать можно как угодно. Верить можно во что угодно. Никто никого не призывает. Кто-то верит в Бога, кто-то верит в черта, кто-то верит в мироздание и в инопланетян. Верите во что угодно. Важно понимать, если вы за истину, пытайтесь доказать ее. Вот и все. Вот вся история. Потому что любая наука, она про дискурс. Она про споры. Если ты сможешь это доказать, все дороги открыты. Получается, что возникает на самом деле парадоксальная проблема. Даже не проблема, а непонимание. С одной стороны, ученые не хотят посмотреть на некоторые доказательства. А с другой стороны, сами альтернативщики не хотят встать в позицию ученых, чтобы рассмотреть объект с разных точек зрения. Это на самом деле. Кстати, с точки зрения инквизиции, если мы сейчас вернемся чуть-чуть назад, есть такое мнение, и лично мое тоже, то, что инквизиция, то, что дьявола не существует, скажем так. То есть, когда инквизиторы начинали говорить, что все от сатаны, проявление дьяволического и так далее, это было про то, то, что ты не такой, как мы считаем. И дьявольское, скорее, более искусственное что-то, нежели божественное, если уходить в ту полемику. Соответственно, происходит такое, все, что человек не может принять, все не так. И это касается, безусловно, и людей от науки, и людей, которые занимаются околонаучными какими-то темами, но что-то находят. Если твое мнение не такое, значит, это не так. Но именно в той позиции, в желании понять другую сторону, в желании осознать, что тебя пытаются вообще донести, и попробовать с этим разобраться, это и есть проблема. Так же, как и в инквизиции, однозначно. Повторюсь, понятие «дьявол» – это чисто человеческая история. Чисто человеческая. То есть, с одной стороны, если судить с точки зрения психологии, в инквизиции, с одной стороны, человек явно хочет один из смертных грехов совершить. там, я не знаю, чревоугодие. Самое простое. Вот хочется ему наесться чего-нибудь вкусного. Но в то же время, особенно в плане религии средних веков, где религия была на первом месте, человек, ему нельзя. Это смертный грех. Соответственно, прологус контроля опять. Мне нельзя, потому что это от сатаны. Не я выбираю, не потому что я это выбрал, не потому что я хочу, и я поем, а потому что это от сатаны. Так же и в науке. Я это не воспринимаю, потому что это лженаучно. Я это не воспринимаю, потому что все ученые врут и все скрывают. Это примерно где-то рядом. Однозначно. То есть самое главное – это взаимопонимание и умение абстрагироваться от своих шаблонов. Да, ну взаимопонимание можно так назвать. Я бы назвал самое главное – это желание понять другую сторону, что он хочет донести. И для этого можно даже задавать вопросы, вы не поверите. Самое простое – задавать вопросы. Что ты имеешь в виду? А почему как ты думаешь так? А почему тебе не кажется, что это по-другому? И так далее, и так далее, и так далее. А почему тебе не кажется, что вот, не знаю, кирпич белый? Почему? А на самом деле там спектр цветов по факту. А почему? А почему тебе так кажется? А откуда? То есть попытаться понять другого человека. Даже не в взаимопонимании именно, а в желании понять другую сторону. Мне кажется, это про это. Спасибо, Милан Хваджи Александрович. Дорогие друзья, оставайтесь с нами. Давайте пробовать все-таки понимать друг друга. И в комментариях напишите, как вы считаете, существует ли все-таки инквизиция мировоззрения, инквизиция парадигмы. Ну и давайте будем дискутировать, задавайте вопросы, дальше будет интересно. Спасибо. 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 Спасибо.